здравствуйте друзья у нас вы видите в гостях семейство давайте очередной раз представимся потому что нас многие видели многие не видели давайте начнем с мамой вот мама в левом нижнем углу тут у нас встроена представляйтесь лариса лариса молодой человек сергей сергей папа сергей видимо муж ларисы все а как мы вычислили их значит у нас тема сегодня это американская школа глазами в основном сергей который их сколько уже месяцев школу ходишь два месяца всего свеженький и в каком-то классе был в москве когда учился в москве в пятом здесь перешел в шестой говори по-громче только значит я был в пятом перешел в шестой хорошо значит ну давайте первый вопрос может быть с английским ты как тут ты знал что-то по-английски или с нуля да я пять лет изучал английский в своей русской школе потом ну как бы эти навыки не слишком хорошо мне помогли то есть был какой-то элемент что вот вроде непонятно о чем речь ну да то есть они говорят я что-то понимаю что-то не очень а вот школа в которой ты пять лет учил английский это видимо как это языковая школа английская должно было сильно помочь я думаю то есть все таки до базу создает какую-то нет супер навыков конечно не даст так слушай но два месяца прошло ты освоился по языку не слишком хорошо по школе вообще такую школу ты ходишь туда местности называется она крит эндом это какой это не лос-алтовская да это где-то это маунтина девушка это она как хорошая со звездочками там с рейтингами как как там рейтинг у нее есть 6 звездочек хорошо дети которые там учатся они в основном вот по-испански говорят или все на английском наверное 50 процентов всей школы испанцы так но они так как бы хорошие ребята с ними интересно можно поиграть с ними поиграть можно с ними поговорить можно если они говорят вообще так но душевные такие они не дерутся не хулиганят пока не видел хорошо может до меня кто-то и что-то и было но я не видел за два месяца то есть там мирно достаточно так вот какая-то разница есть между учителями то что вот ты в москве учился там по английской спецшколе и здесь вот там вот вот с этими да конечно это разница чувствуется вот например ну вообще вот в москве у меня не был москве у меня был класс конечно наш которым какие-то ребята вот они не с первого по пятый класс со мной присутствует я здесь у вас была классная комната в которой вы все уроки шли или вы переходили из класса в класс 4 класса мы отучились в одной комнате за ученицей а когда перешли в среднюю школу то у нас уже появился другой классный руководитель кабинетная система и другая и другой класс ну хорошо но вот учителя вот независимо от класса вот как бы педагоги вот как люди как они общаются с детьми там строгие не строгие веселые там формальные неформальные вот в чем разница ну разница наверное только в языке и конечно же здесь они больше шутят они шутят они но они очень приветствуют уж ты к ним ходишь то что ты вообще разговариваешь с ними особенно как особенно есть учительница по предмет называется елди но там мы подтягиваем английский там учительница у нас очень веселая и она на очень рада что ты начинаешь с ней разговаривать по-английски все рады что дети ходят школу москва красы не рады хорошо а дети тоже веселые такие доброжелательные по сравнению с москвой я хочу понять в контрасте по сравнению с москвой да конечно же больше веселья в классах больше свободы больше свободы да например например у нас в москве в классе нельзя было даже разговаривать на уроках ну чаще всего так а тут можно а здесь даже уделяется специальное время для этого ну хорошо а вот такой вопрос вот допустим москве там в английской школе там например принято было вот дети там хвастаются шмотками или ручкой или компьютером или часами или там чем-то таким есть такое это было практически 90 процентов всей школы чем они там занимались хорошо здесь есть такое здесь такое присутствует но нельзя хвастаться телефонами и часами но иметь можно иметь можно самое главное что их школу нельзя носить не пользоваться школе после школы уже можно зашел у нас все я-то помню до пятого класса я катя когда учился в школе я пятый класс пошел часы подумаю году шестьдесят восьмом так нельзя было часы иметь потому что есть бедные дети которым родители не могут купить часы и вот там у меня сорок восьмого года там была победа маленькая такие маленькие от мамы кирпичик такой-то мне сказали пройти отказать что а политично а политично да не политкорректа как сейчас говорят ну вот здесь очень хорошо мы прям порадовались даже потому что нельзя ни младшему не старшему телефон носить вообще не играть тем более они просто учиться не будут я не отвлекать всех остальных будут ну а то что на воздухе расскажи на то что на воздухе например у нас в россии школа была абсолютно закрытая то есть вот ты приходишь и у тебя целое здание ну зимой я себе представляю там конечно да зимой здание там конечно же тепло ты на улицу не выходишь у тебя ходишь по школе гуляешь там спортивный зал нельзя заходить на переменах ты в основном или рисуешь или прыгать даже нельзя чего нельзя прыгать по школе нельзя прыгать а что то что можно стоять у гостиночки можно и металлать можно читать на чём можно ходить в блокнот можно у нас пока я там пока я учился нужно было телефон носить и ими пользоваться на перемен хорошо но если тебя увидит какой-нибудь там заучили директор то лучше их убрать а могут старшеклассники отнять телефон я не знаю наверное могут у меня такого не хорошо что ты делаешь здесь на перемене я слышал что здесь перемена более продолжительные да это правда потому что ну в россии у нас было перемена после каждого урока ну конечно то есть урок 45 минут и потом перемена там минут 15 это каждый раз перемена разная и на обед побольше там да и обед у нас только после школы когда все уходит но было понятие большая перемена до была самая большая перемена была в наше время то же самое после четвертого урока меня хорошо ну видишь как значит подожди так а здесь что ты делаешь на перемене здесь на переменах во первых они гораздо реже я прихожу в школу первый период отучился 2 но по 45 минут или по часу по 48 потом у нас брейк то есть ты можешь пойти в столовую взять себе обычно у нас блинчики дают это завтра дают просто надо платить какую-то денежку лика у каждого ученика есть или своя айди карточка или свой код который вводит на кассе при оплате прям платит или просто деньги приносит слушай если про быть про блинчики мы заговорили значит москве ты что кушал на перемене ли там москве я мало что кушал вообще хочу собой мама не давала нет там такого вообще не принято но не принято можно я как бы уходил все уходил у нас уроки начинались 8.30 до 8.15 я примерно туда приходил и все вот я шесть уроков у нас помню заканчивалось 205 и уже даже ты кушал первый раз после начала занятий в 205 нет кушал я дома я в школе вообще не ел там но это прикольно что можно взять блинчик там это как-то вот да это гораздо прикольнее тем более что у тебя есть еще код которым ты можешь оплатить его так деньги не нужны деньги как бы платят родители в руках деньги они не держат да подожди сколько тебе лет 13 11 тебе 11 лет у тебя есть вот какие-то деньги там в кармане вот в школе после школы вот у тебя есть что-то потребность что-то купить вот ты идешь что-то покупаешь такое есть чаще всего я беру с собой карточку банковскую то есть родительскую нет нет здесь есть то есть он тоже у вас на аккаунте только специально детская карточка мало тенейджерская карточка и мне пошли навстречу и сделали ему чуть пораньше ну чем тит да там с 13 лет мы сделали карточку и у него теперь свой аккаунт свой сейвинг свой чекинг но это тоже прикольно да это часть взрослой жизни а что тебе приходится покупать вот было что ты тратил деньги сам иногда я просто выхожу гулять на велике чаще всего я еду например в таргет на велике да на велике и смотрю там что-нибудь новое если появилась вот и из какой области новое новое вообще все новое ты с велосипедом прямо в магазин тебя пускаю нет я велик пристегиваю там около магазина у тебя есть замочек да ну ты школу же ездишь на велосипеде слушать у вас так серьезно путешествует ну сколько есть нет я не об этом но то есть человек может сесть без родителей поехать в магазин куда-то ну это не так далеко от нас просто надо сказать ну да но все равно как тут вы не переживаете что там потеряешь желаем мы ему даем некую свободу потому что сидеть все время в одних апартаментах или там сидеть все время там ну а с сестрой у него есть общение какое-то у нас братик братик у разброснулся ссори значит у вас брат сколько ему 9 9 он тоже школу ходит в ту же нет в элементами а то есть вы вы по школе не не общаетесь с братом он не станет по-английски говорить делать что нет мы в семье все время по-русски ну да ну поскольку у них как бы они имеют общение они могут сказать момент то есть они то что могут они обязательно переключиться в какой-то момент я думаю что переключиться да потому что многие фразы уже настолько будут на языке что а вот брать брат он по-английски как лучше или хуже кто круче у него произношение у брак маленького да мы с ним читаем книжки они подхватывают быстро да просто я сравниваю то есть у сережище такой руинглиш да максим уже но вот он на рубеже то есть вот это 11 12 лет вот то есть надо по-быстрому подхватывать вообще акцента не будет никакого давайте мы с родителями тогда вот может быть они тем более кромче разговаривать значит родители они чего видят из школы я позитив только вижу пока то есть сейчас у ребенка есть интерес в школу но в сравнении в сравнении вот это прям можем по поводу пройти значит я понял так он там не ходил с интересом в школу вот не бежал в школу а здесь бегут это было всегда как может быть это связано с погодой вот этим бы сейчас в москве там шел в школу с утра темно нет погода но имеет значение конечно когда солнце больше и когда больше света то как-то больше настроение получше да нет но я бы сказал первое это конечно классно то есть окружение потом учителя конечно другие отношения внутри класса и с учителями другие отношения и но здесь как-то ему нравится то что много лабораторных каких-то дел которые вот они делают какие-то опыты какие-то эксперименты вот наверное вот эта свобода первое да что нравится им и они приносят домой с удовольствием рассказы о том как им было интересно а вот у них было давайте мы спросим молодого человека значит есть такое вот в американской школе что все сидят и там допустим домашнее задание и вызывают по одному доске вот он выходит несчастный к доске и его спрашивают он что-то мычит что-то смотрит в пол потом говорит я учил там сказать не может вот и потом второго он тоже самое третьего то что я из своего детства просто вспоминаю значит от москвы был такой в москве такое было очень часто то есть сидят и как бы скучно даже со мной такое было несколько раз то есть вызывали а ты не знал что сказать так а здесь как не вызывают доски нет такого здесь практически все домашнее задание это делаешь или у себя дома на компьютере или на листочке и то есть доски не вызывают ну тебе например вот у нас по математике есть такая у нас в каждом классе в школе есть компьютер хромбуки вот и в каждом классе у каждого свой компьютер то есть хватает на всех до хватает на всех но иногда не хватает потому что кто-то приходит там замен или еще что-нибудь мы сидим и нам домашнее задание например мне дают есть такой сайт кан академии там мы делаем то есть это кан академия но на самые разные вообще темы можно сделать математику от эрли маф до алгебры и хай скул вот можно есть можно делать науку там сайнс эрф сайнс ксма астрология и такая вот астрономия астрономия дальше можно делать ну научного можно делать то есть нет такого чтобы вот выставить человека там и унижать и унижать там прилюдно показывать как он плохо учится да нет такого сейчас а макулатуру вы собирали там в москве сейчас нет не собирают макулатуру нет там деньги собирают деньги собирают как макулатуру а мы собирали макулатуру еще плакаты висели позор там сидорову там не принесшему принесшему или не принесшему сейчас тоже самое позор сидорову кто не сдал а откуда у сидоров это только если родители ну сидорову родителю имеется ввиду собрание родительскому позор потому что он не сдал вовремя то есть школа как бы без кого-то учитель учитель в школе это все-таки не очень оплачиваемая работа сейчас неплохо в москве люди зарабатывают учителя там 50 по 60 тысяч то есть 1000 долларов грубо ну сейчас наверное да раньше то в общем было две то есть неплохо очень неплохо в регионах похуже в москве ну так это неплохо слушайте директора получают учителя особенно со стажем очень хорошо вы что такие деньги получают там как я вот в плане финансовом мне кажется что значительно стало лучше чем раньше но вот в плане отношений значительно хуже а вот говорят что вот там дети учителей по старшеклассники унижают обижают там посылают и вот как тут какие-то случаи учителей учителей вот у нас же все таки еще там средняя школа мы до этого еще не доросли но и проблем хватает и в младших классах потому что настолько разношерстный коллектив настолько разношерстные и по доходам и по всему если здесь как-то их так пучкают людей да по финансовому состоянию где-то по месту проживания по месту проживания да там естественно отбор там естественно отбора нет там есть четкое внимание что это школа хорошая или школа плохая там не важно откуда будут возить и от это уже очень сильно зависит финансовое состояние вот на мерседесе привозят кого-то там на жигулях кого-то за руку приводят и соответствующие отношения это конечно очень тяжело для того школа в некотором смысле стал стало учреждением коммерческих получается эти деньги собирают на то на сё здесь собирают деньги на что-то бывает да 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 не еще такой расскажи расскажи нас например вот он даже сейчас есть на позапрошлой неделе у нас нам дали бумажки там где написано для чего сколько собираем день я просто подписывал его русская что там написано от 20 там до 150 долларов и они говорят что ну мы хотели бы до чтобы там вложили как можно ну нет так как говорится нет собираем вот на тот и на тот и на экскурсии там в основном вот на какой-то такие мероприятия школьные потом они каждый год там у них есть мы в прошлом году собрали там 15 тысяч на эти деньги мы купили этому там съездили туда там сделали какой-то такой отчет здесь дети чуть-чуть еще продают они какие-то фандрейзеры устраивают то есть они устраивают расскажи как участвовал нет я пока не участвовал но я смотрел например недавно был день святого валентина многие многие ребята делали открытки значки не значки я наверное их покупали где-то перепродавали но это благотворительная коммерция да нет причем они там стоят доллара до пяти некоторые продают например у нас библиотеки стоит автомат по solarage 25 центов и тебе карандаш выпадает кто-то продает стопроцентно перерабатывающиеся ноутбуки компьютеры нет тетрадь 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 он их нет но продает в классе прямо или нет просто в классе там в некоторых классах висит плакат там ручка столько-то мишка столько-то но это написано что день сборы идут в пользу там чего-то нет то есть каждому что он не знает я даже не дочитал там до конца цены увидел картинки увидел понятно то есть какая-то коммерческая деятельность происходит ну это не то что коммерческая это скорее такой благотворительность в рамках школы потому что ну вот их возят на экскурсии например я уже даже поучаствовал там в качестве и куда я ездил на две экскурсии первая экскурсия была санта-крусс по кампусу бродили вот такой разбросовый по холмам по горам там вот едешь не поймешь вообще что университет если не знаешь вторая экскурсия была тоже ну точнее у шестых классов было распределение кто куда едет и в пятом нет я в шестом то есть кто-то едет в одно место кто-то в другое кто-то в третье а я например ездил в юношеский институт науки ничего себе да там значит мы приехали когда нас встретили экскурсоводы и эти экскурсоводы начали показывать и рассказывать на какой-то игре и плакатах или бумажках показывали что делать как земля вращается на примеру но интересно да потом нас распределили на две группы то есть первая группа изучала камни отличала их от минералов камни от минералов чем различаются как их определять на глаз то видно как я понял да а в это время вторая группа изучала там землетрясения то есть как эти как вулканы нет никак вулканы а как наверно тарелки я не знаю ну что ну какая-то платформа да это платформа земля же нам объясняли какие бывают да а на чем мы тут живем сказали да мы живем да но тут вот просто от места к местность от места к месту вот это сказывается сильно на страхование домов значит на вот там если ты по центру тарелки как мы тут говорим то ничего а если вот там где они трутся друг от друга вот то там уже совсем другой разговор показывали нам три вида этих тарелок потом рассказывали как они друг от друга как они сталкиваются друг от друга как появляются горы когда на разломах там это строится там страшно потом эти группы менялись местами рассказали другой группе о камнях и другой группе этих слушай а вот такой вопрос 11 11 лет 6 класс вот девочки например они вообще любят модничать или они так простенько одеваются там ну как бы я еще не видел с обычный просто просто я просто помню я точно она не училась шестом классе она начала с 7 и они ходили в основу так они белая маечка и джинский так они ходили ну примерно так и ходят да а в москву в москве девочки модничали а в чем состоит больше на каблуки какие-нибудь завязали или там помады какие были практически у всех а можно в пятом классе каблуки видимо да не как это конечно родителям объясняется что это опасно травматик конечно лучше все таки можно кроссовочка ходить например я прекрасно помню что когда я приходил в школу московскую там обязательно надо было брать с собой сменку до смерти хорошие идеи я когда учился в школе мне это не нравилось но я хочу сказать что на самом деле это великое дело что ноги не потеют не гниют и эту зиму это вообще зимой вообще кошмар конечно в теплых сыпаках то мы здесь зима не слишком то здесь нет сменки у людей здесь нету тут вообще все на улице то есть там классы на разные здания сыраюшки такие да заходим в школу и там сразу кабинеты стоят отдельно то есть вот ты когда выходишь из класса там на перемену там на брейк выходишь и у тебя сразу улица бегают до бегают прыгают делают конечно не все что хотят но все что можно нет очень дисциплинированно они это делают удивительно пытались понять в чем же корни вот этой какой-то внутри детской дисциплины цеплена да почему никто не кричит ни на кого я имею ввиду там старшие и учителя никто не на кого голос особо не повышает то есть нет такого что там там бессилин далее есть но дети то не на головах не ходят вот что интересно я вспомнил у меня был приятель он вообще был программистом москве еще но тут что-то ему обрыдло это все программирует решил молодой парень был он решил в школе преподавать и его одноклассник был заучен в школе ну одноклассник по средней школе и он его значит там взял преподавать математику но было математическое образование он взял преподавать математику и вот там периодически мне рассказывал там разных своих опытах вот но одна хохмачка мне ужасно понравилось однажды зауч увидев как дети на нем повисли значит во время перемены они там что-то его дергали теребили там что-то такое можно сказать злоупотребляли вот и он сказал запомни гриша сказал заучи по-настоящему ты станешь педагогом только тогда когда научишься правильно говорить слово ступай ну что же так может мама чего скажет мама скажет что для мамы главное что когда дети приходят из школы да они став хорошем настроении это не всегда было раньше так что портил ребенку настройки замечания стоп 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 да по одному оценки сейчас не ставят или что или нет не получает плохие или что или не портится хорошо учился в школе но были такие случаи что какие-то несправедливые заслуженные несправедливые оценки всегда конечно бывает сейчас такого нет да мы как они перестали на такой внимания хорошо так чего еще настроение стало настроение у обоих да мне не приходится их выпихивать в эту школу то есть поднимаешь утром все хорошо приходит из школы сынок как дела и вот это вот просто фраза его мам все хорошо все отлично для меня это очень важно то есть а главное я спрашиваю что что именно отлично что может что-то какую-то оценку хорошую там получил тест написал он нет мам сегодня не было ничего но просто все отлично то есть без повода да все хорошо нет повода сказать что все хорошо просто хорошо немножко меньше по урокам все-таки нагрузка значительно отличается во первых и она все-таки меньше потому что мы сидели за уроками дед и ночью правда ну вот наше время мы сидели там два-три часа это максимум и мы шли на улицу они не могут идти на улицу они сидят после школы там часов до шести до семи и все руки вперед многих каких-то предметов которые сейчас вообще программа поменялась сильно относительно нашей так мы смотрим эти учебники не понимают для чего и можем это сейчас учить вот именно в этом возрасте что и ощущение такое что вот эта большая нагрузка пресс вот этих бесконечных уроков требований и так далее он полностью отбивает интерес ходить в школу и он какой-то все время я был в киеве пару лет назад и там мальчик был в седьмом классе киевской школы английской и у него был раскрытый учебник на столе сидел зубы какие-то правила я думаю да я почитаю что изучают 7 классе английской школы ничего не понял то есть какое-то такое было правило что я думаю это же как же тогда все примеры были я читаю пример я бы никогда в жизни такого не слышал чтобы так очень кто-то говорил и я могу даже чудо просто поговорим он он не смог просто поговорить а потому что не учат разговаривать но у него поэтому и барьер он вроде бы в пятом классе на английском языке вроде грамматику знает вроде там понимает тест и пишет но двух слов связать так по-человечески не может и ну из-за того что еще у нас все-таки британский вариант преподавится больше а здесь американский плюс живая речь ее редко услышишь дети в школе вот допустим москве ну и здесь тоже есть какой-то элемент вот внешней политизации детей я не знаю там гимн с утра исполняют или там под флагом стоят или там какую-то политинформацию производит и говорит там наш вот мы тут сейчас я не знаю там пойду какой-нибудь видео мы сейчас поведем или там ведь ну что-то такое есть элементарий у меня нету а вот у моего брата в элементарий это здесь а что происходит под флагом они нет они поют гимн своей школы школы но ни страны не калифорния не но американский флаг я не помню поднимается или нет но есть каждый понедельник у них проходит такая линейка весь элементарий скулы выходит на площадку спортивную и они там очень хорошо кстати поставлен они там во первых отмечают те кто какие-то успехи проявляет в школе они там что-то вручают при всех что-то какие-то грамоты им дают какие-то там ну как-то все равно отмечают и вызывают коллективная жизнь такая вот да ну их 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 знают люди вот они смотрят допустим из нашего класса там кого-то вызвали они все молодец там крутой то есть вот у них есть какая-то такая значит обратная связь то есть видят что детей туда зовут они стоят вроде бы в почете все но их тоже естественно это тоже мотивирует те кто там остался вот есть такие вещи которые ну не знаю наверное это для элементарий нормально когда пытается их как-то все-таки по утрам меня очень поразила одна вещь значит утро мы привели ребенка в школу и все бегают веселятся все хорошо хорошо вдруг звучит какая-то сирена и все как по команде садятся на корточки я был немножко так скажешь что это землетрясение что-то нет но она такая сирена но все сели на корточки игра такая вот посидели буквально там ну я не знаю меньше минуты да может быть потом раздается следующий сигнал они спокойно все встают и расходятся по классу а в чем смысл то а вот мы тоже думали в чем смысл оказалось ну мы считаем что смысл в том чтобы вот эту вот бурную деятельность детскую с утра осадить немножко дать им возможность это не древога зачем они туда пришли посидеть подумать и вспомнить куда им надо сейчас идти и все то есть никто не кричит никто никого не загоняет встали и тихо ушли а вот насчет криков вот в московской школе там было такое что учителя кричат это было постоянно о чем они кричат там столько всего нельзя не кричат о чем кричат надо детей перекричать просто не слышно что стоит такой общий шум на перемене ты же не услышишь они вынуждены вынуждены а во вторых ну я не знаю вот здесь как-то они не кричат и их слышат у нас даже в классе бывало что люди дети не слышат я просто сам много в классах тоже проводил там всякие мероприятия как член родительского комитета и я прекрасно знаю что перевозбужденные и не слышат ну почему то они перевозбужденные всегда есть классы которые нормальные а есть классы которые перевозбужденные и вот там где перевозбужденные они не не слышат никого, ни родителей, ни учителей, ни чего-то. Они просто все начинают вдруг вот такая массовая… – Это когда как Чапай в воздух стрельнул там. – Вот приходилось, да, стучать, кричать, ну, что-то такое происходило. Но не знаю, здесь отличается очень сильно, и они поспокойнее дети. Они… Не, но есть дети, которые просто физически, они просто так всегда, наверное, активные, да, но они в основном… – Давайте поговорим про то, что кушает в школе. Я вот слышал от своей внучки, но она помладше ей, вот сейчас 8 будет, и она говорит, что вот в их школе, например, если попить, то есть выбор, либо вода, либо молоко. Например, соков нету, там, чай, кофе нету, вот, вода или молоко. У вас тоже так? – У нас есть паильники вода, ну, паильники, ну, такие вот… Нажимаешь на кнопочку, и тебе фонарь… – Да, фонтанчик. – Так, окей. – Паильники. – Хорошо, да, водичка в фонтанчике, так. – Да. – Вот. – На ланч или на брейк у нас, конечно же, есть в холодильниках там пачки молока. – Так. – Ну, такие, так как бы квадратные. – Да, вот такие вот. – Бролепипед прямогольный, я извиняюсь, если кто не знает этого слова. – Да. – Так. – Значит… – С трубочкой. – Да. – Но на ланч и работают ещё маленькие два ларочка рядом с… рядом там, где ланч кушают дети. – Да. – Вот. – Есть два маленьких ларочка там, где продаются всякие… всякие штуки. – Излишества. – Да. – Например, есть у них такой сок Изи. Ну, может быть, кто-то слышал, а может, нет. – Изя? – Да, это… – Изя. – Изя, да. – Да, окей. – А, take it easy. – Да, да. – Это сок я не пробовал, это, наверное, может газированный, может нет, может обычный сок. Вот, нескольких видов там, яблочный, вишнёвый и… – А, то есть у них есть соки. – Да, у них есть соки. – У нас есть соки. – Да, у нас. – Да. – Кстати, вот такой анекдот, как спрашивают, что Израиль большая страна или маленькая. – Я говорю, ну, маленькая. – Я говорю, большая, была бы маленькая, называлась бы Изя. – Как у вас соки, как я могу сказать. – Ну, хорошо. – Да. – А с точки зрения покушать? – Покушать, значит. – Про блинчики я понял. – Да, это на брейк. – Так. – А на латч у нас каждый день меняется меню. Ну, точнее, оно повторяется каждую неделю, но… – Понедельник одно, вторник другое. – Да. – Есть пицца-дэй. – Да. – Пицца-дэй у нас по средам. – Строго. – Они, наверное, любят пиццу, а их ограничивают, да? – Ну, как бы, кусочек каждого, я не очень люблю. – Ну, в среду. – Хорошо, скажем, в понедельник, вторник не будет пиццы. – Ну, скорее всего, не будет. – И в четверг, пятницу. – Кроме пицца-дэй, которая по средам. – Понедельник, например, у нас дают крылышки курицы. – Ну, такие, может кто знает, чекенок. – Да. – Ногицы в Макдональдсе продаются. – Да. – Крылья Советов. – Да. – У нас что-то готовят. – Ну, они, как бы, жареные, вареные что-нибудь? – Да, они жареные, вот. Продаются, да, продаются с обычной картошкой. – Постой, но они перченые или они не перченые? – Не, курица не перченая, не перченая. – Хорошо. – А вот картошка, ну, обычная картошка, вот. – Да, жареная. – Да. – Хорошо. – Жареная, она, как бы, конечно же, с перцем. – А, правда? – Да. – Как интересно. – Я-то не понимаю. – Так, хорошо, вторник чего едим? – Вторник, у меня последние три вторника, у меня экскурсии, я уже забыл. – А предыдущие вторники? – А предыдущие вторники, я уже забыл, да. – А может быть, какой-то хот-дог? – Не, хот-доги у нас по четвергам. – Так, хорошо. – А с чем идет хот-дог? Просто булочка с сосиской и все. – Да, ну, там чем-то еще внутри поливают таким. – Ну, то есть, есть дополнительно там горчичка, там что-нибудь? – Там дополнительно можно взять пакетик, вот такой вот обычный пакетик кетчупа. – Хорошо. – Можно взять горчицу, можно сыр взять, не знаю. – Хорошо, хорошо, так. – Вот, салфетки, вилочки, ножки. – Так, в пятницу что у нас? – В пятницу у нас чаще всего бургеры, ну, сэндвичи, бургеры такие маленькие. – Подойди, а разогреть? – Разогреть, мне один раз повезло, но больше я не смог разогреть. – А чем ты разогревал-то? – Я разогревал микроволновкой, то есть, свою, мне мама дала еду. – А, все-таки мама тоже дает? – Да, мама дает мне каждое еду. – В последнее время мы сейчас даем, потому что поняли, что бургеры, и гамбургеры, и хот-доги, и так далее. Не каждый организм принимает. – Я могу есть только по понедельник. – То есть, оно ему еще и не вкусно? Чтобы другие дети бы ничего другого не ели? – Нет, у нас в этом плане пиццу мы не едим, бургеры мы не едим. То есть, здоровый образ жизни. – Хорошо, это редкий ребенок такой. А если бы то же самое давали в школе, где ты раньше учился? – Да, там так и давали просто. – Там не давали, там такого не было. Там каждый день, может быть, два блюда в неделю было одинаково. – А, есть меню, а в меню одни и те же? – Нет, не было меню. – Нет, почему? Было меню сегодня. – Нет, там сложнее все было. – Нет, там вот ты приходишь, например, на «Завтрак», который у нас он назывался. – После второго урока? – Да, после второго или после первого урока. Приходишь, и у тебя уже на столах или стоит такая большая кастрюля, в которой учитель, классный руководитель высыпает каждому в тарелку, или уже тарелки стоят на столах. – Я понял, организовано все. – Ну, правда, еда была очень невкусная, очень невкусная. – Ну, это на самом деле талант особый у нас на родине. Они могут из абсолютно нормальных продуктов сделать такое, что-то больше съесть нельзя. – Дети-то постоянно жалуются. – Да. – То есть это было, конечно, вроде бы все продавалось, но мы боролись вот каждый раз, мы боролись за то, чтобы как-то немножко улучшить питание. – Моя дочь во втором классе я ей сказал, напиши рассказ о том, как ты вот сегодня была в школе. – Ну, она вот ведь адвокатом стала, то есть не зря все это было. – Вот, значит, она написала рассказ, ну, такими, детскими такими, значит. Вот она говорит, мы там с Настей, это подруга, значит, у них с собой было там, родители, мы им давали там покушать, тоже английская спецшкола, но мы давали им покушать, там ужасно кормим. – И они пришли, значит, я напишу, что мы, значит, пришли в буфет, чтобы взять питьё, как она это называла, чтобы взять питьё, нас увидела учительница и сказала, они с мешочками такие, уходите отсюда, мешочницы. – Вот не принято, да, абсолютно. А здесь много детей приходят со своими ланчбоксами, со своими коробочками, что-то достают. – Да, я вот не ребёнок, а тоже прихожу. – Ну, больше, да, половину. Мама мне иногда, у меня термос такой, кладёт туда, иногда суп кладёт, иногда сырники. – Хорошо, хорошо. – Ну, то есть, домашняя еда самая вкусная. – Прямо душу травит. – Ну, что же, народ, мы давайте какой-то такой закругляющий такой оборот сделаем. И есть ли что-то такое вот сказать под завязку про американскую школу? – Может быть, знаете что, может быть, поскольку вы сами тут недавно, с точки зрения тех опасений, может быть, которые у вас раньше были, да, вот, как бы в сравнении того, чего ты опасаешься и как оно на самом деле, вот, может быть, в этом ключе. Были опасения какие-то? – Ну, я могу сказать, значит, за себя, что были опасения, потому что много очень говорили, что американская система образования очень слабая, что математика никакая, что всё, что вот вы можете научиться – это вот там, где вы сейчас живёте, там вы ничему не научитесь, и будущее, в общем-то, плохое. Вот. И на сегодняшний день я сделала выводы, что это совсем не так. То есть тот уровень, скажем, той же математики, которую он имел в Москве, он абсолютно соответствует. И, мало того, есть варианты учиться в обычном классе, а есть вариант учиться в классе более… – Продвинутом. – Продвинутом. – И получать более глубокие знания. Вот. То есть много вариантов для самоподготовки, если ты хочешь, да. – А вы не боялись, что могут поколотить или как-то там обижать детей? – Нет. – Таких мыслей не было? – Нет, вот этих не было точно, но я первый день, когда я привел его в школу, я поговорил там с секретарем, она мне позвала специально обученного человека, который занимается решением конфликтов внутри школы. Он один, у него не служба безопасности. Я даже спросил, есть ли у них какие-то там специальные видеокамеры, которые следят за порядком. Он говорит, ну видеокамер нет, но все вопросы мы решаем. У нас самый там… Он там уже давно работает, лет 11 он сказал. И его все любят, все знают, все уважают. И если кто-то там какой-то вопрос не может решить, он просто к нему подходит. – То есть это крыша такая местная? – Такая местная крыша, но она очень такая френдли для всех. И все его знают, все там с ним так здороваются всегда. – Когда вы про математику начали, я как человек, изучавший историю математики в школе, я как человек, изучавший историю педагогики. Я вам вот что скажу. Вот уже прожив столько лет, я имею возможность сравнить систему ту и эту. Ну, я в современную Россию не могу сказать, ну вот то, что мы когда-то… вот мы с вами примерно, да, вот ту систему. Значит, а всегда педагогика была… система образования, была классовым учреждением. И перед ней стояла задача, если речь идет о высших слоях общества, как бы, аристократия, значит, подготовить следующее очередное поколение аристократов. Или там, скажем, да, воспитание джентльмена, там, как в Англии, там, Джон Лок, там, и, соответственно, рабсила, рабы. Да, значит, рабов чему-то учили, там, этих чему-то учили, потом рабсилу, да, тоже чему-то учили, потому что, чем сложнее общество, тем квалифицирование рабсила. Вот сегодня, скажем, инженер – это рабсила. Сегодня инженер – это не как, допустим, сто лет назад элита, да, сегодня инженер – как собака, та же рабсила. И вот, значит, образование для господ всегда было гуманитарным. Они могли и математику тоже там, но они учили там три-четыре языка. Даже, гляньте, вот, у меня бабушка училась в гимназии в царской, да, и латынь, и греческий, и французский, и немецкий, английского вроде того, нет, четыре языка. Это было абсолютно гуманитарное образование, риторика, какие дисциплины были. Вот, а для вот этих вот рабсилы – математика, физика, ну, можно назвать арифметикой, можно назвать устный счет, там, как угодно назовите, но степень развития разная, да, вот это вот прикладные навыки, которые не позволяют тебе понимать, как движется общество, да. Они не учат философию. То есть они под философией вот эту вот бурду получают для зомбирования, как бы, для цементирования мозга. Поэтому, чего не понимают люди, которые оттуда смотрят сюда, или оттуда приезжают сюда, и вот у них первое впечатление, что математику плохо учат, они просто не понимают, что это господское образование, это сильнейшее гуманитарное и общечеловеческое образование. Их учат говорить. Так, как они говорят, вот в десятом классе, в простой школе, профессора многие так не скажут, то есть они пишут потрясающе, они все время пишут, и пишут, и пишут, и пишут. По любому вопросу тебе и сцена пишут. Я однажды наблюдал, у меня был студент, он был на Unemployment, значит, и ему задержали чек на Unemployment. Он был строительным рабочим, он работал на стройке. Я тогда еще не тестирование учил, а там бизнес-навык, первая работа моя была. И он минут на десять выступил, это было на улице, мы там все вышли и пошли покушать, значит, и он по дороге туда, где мы шли кушать, он десять минут говорил, значит, про эту систему, про то, как он к ним плохо относится, про то, как они его, как они посмели вообще задержать его чек там на три дня, потому что у него там расходы, то есть он говорил, я думал, боже, я в то время слушал сенаторов из Калифорнийского Сената, потому что там говорят по-английски так, что ты хоть ничего не знаешь, ты поймешь. Это есть на бесплатном телевидении, есть там канал прямо вот из Сената. И я думаю, боже, вот он прямо с этого Сената, вот его можно туда отправить, и он, будем говорить, строительный рабочий, американский. И вид у него такой на англо-сэма похож. В общем, к чему я говорю, что претензии к математике, это просто глубокое непонимание различий в системе образования. Они не ценят этого. Они думают, что свободный человек, который математику лучше знает. Понимаете? А свободный не тот. Он может и математику знать, если там дело такое, конечно. Почему свободный человеку не знать математику? Но не это делает его свободным. Ну да, ну и потом всегда начинались вот школы, да, там, вот если физтех, то это там элита. Ну какая элита? Опять же, но это же продвигалось везде. Ну она в узкой области, она техническая. Ну конечно, это цвет технической интеллигенции, научной. Конечно, это мехмат МГУ закончил, там треть выпуска аспирантуры идет. Я в институте связи учился, у нас там 300 человек на факультете, там одно место в аспирантуре на 300 человек. А здесь каждый третий. Ну конечно. Ну что же, ладно, народ. Скажем слова, так сказать, похвалы молодому поколению, который осваивает, можно сказать, каждодневно высоты английского языка и поведение, так сказать, в обществе. Вы долго будете еще в этой школе? Или вы как-то переедете? Или какой план вообще по школе? Ну, по школе у нас связано, естественно, с местным жительством. Да. Вот. Я думаю, что этот год мы все равно будем доучиваться здесь. Вот. А по следующему году уже есть там планы на... У него будет уже школа, которая в другом районе находится. То есть как бы там с более высокими рейтингами? Да, побольше рейтинг. Ну что же, хорошо. Я хочу сказать, что американская школа даже с самыми низкими рейтингами, это школа, где детей любят. Да. Где они никого не обижают. И как бы настроение хорошее, и каждый день как праздник. Вот мы тоже на это обратили внимание. Если только это не какое-то, не знаю, там, какое-то гетто какое-то, я не знаю, там, может быть, по другим законам жизни. Но вот не в Кремниевой долине так точно. Это точно. Хорошо. Значит, всем вашим рукой, нашим зрителям. Счастливых. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»